Трудно переоценить роль депутатского корпуса на Кубани. И очень важно, конечно, обеспечить его обновление, чтобы в Советах всех уровней были представлены молодые народные избранники. Они привносят в работу неравнодушие, а также новые идеи и подходы. А профессионализм приходит с опытом. Вот уже 16 лет работает Совет молодых депутатов Краснодарского края. И за это время он стал настоящей кузницей управленческих кадров. Через эту школу молодых политиков прошли более 5000 человек. Было в их числе и немало славянцев. Успешно реализуется главная цель Совета – передавать молодым депутатам знания и опыт, оказывать консультационную и методологическую помощь. На 16-м общем собрании Совета молодых депутатов края губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, обращаясь к участникам мероприятия, что они очень нужны региону. Они не боятся брать на себя ответственность и решать проблемы жителей. Совет показал и дееспособность, и образовательность, и результативность. Почему? Потому что вы нам нужны, вы молодые депутаты. Нужны и для кадрового из них, и для уже тех молодых людей, которые назначаются. Большое количество тех, кто сегодня занимает ответственные посты как в крае, так и в муниципалитете – это выпускники Совета молодых депутатов. Глава Славянского района Роман Синеговский рассказал собравшимся в зале районной администрации о серьезной работе по благоустройству, повышению качества жизни славянцев. Одним из самых ярких достижений стала реконструкция Северного парка, которая продолжается и в настоящее время. Есть и другие весомые проекты. Детский садик начнем строить в этом году рядом для школы. На 320 мест, такой большой объект. Реконструкция набережной. В следующем году, наверное, многие из вас голосовали за нее. В следующем году уже точно начнется, что была современная набережная. Тоже серьезный объект, серьезный проект. 160 миллионов рублей. На стадионе строится, в этом году мы закончим, зал единоборств. На форуме, который проходил в режиме видеоконференции для муниципалитетов края, выступили представители Совета молодых депутатов. Рассказали о том, чего им удалось добиться. Славянские депутаты, которые занялись этой деятельностью по зову сердца, смогли подчеркнуть немало интересного и состоявшегося разговора. Самое главное, им нравится работать с жителями. Мне нравится работать с людьми. Да, приятно, что люди избрали меня, доверили мне. И моя работа как депутатская, она соприкасается с тем, которое у меня социальная политика. Поэтому я взаимодействую с людьми еще по социальной сфере. Вот может человек обратиться за какой-то консультацией, если нужно обратиться, что-то узнать, даже если какие-то социальные выплаты или пенсионный фонд. Я всегда никому не откажу, всегда помогу, посозвонюсь, узнаю, что нужно, может какие-то документы, что-то нужно сделать. Могу взаимодействовать с большим количеством людей, принимаю обращения по любым вопросам. Нахожу и самостоятельно решаю вопросы эти, или нахожу людей, кто может помочь. Это у нас глава города Александр Борисович Берсенев, председатель нашего совета Андрей Георгиевич Ракуленко. Всегда идут на контакт, всегда отвечают, если надо информационную поддержку на более высоком уровне, освещают работу. Я, как молодой депутат, являюсь секретарем совета молодых депутатов, тоже проводим довольно большую работу в качестве молодых депутатов. Для того, чтобы качественно и эффективно реализовывать данные законом полномочия, помогать людям в решении повседневных нужд и проблем, у славянских народных избранников есть все необходимое. И они и дальше настроены работать, не покладая рук на благо родного муниципалитета. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».